МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Шесть суток с истории. В Владивосток прибыл поезд, посвященный великим русским путешественникам. Пассажиры все остались довольны. Впечатления хорошие. Общественное мнение. Жители улицы Постышева борются за придомовую территорию, сквер с зелеными насаждениями и тротуары. Факел студенческих игр. Владивосток примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады уже в ближайшую субботу. 29 сентября в городе Москве у нас стартовал федеральный этап, который состоит из 17 городов. И вот мы приехали к вам на Дальний Восток. 24 ноября мы проводим мероприятие в замечательном городе Владивостоке. Также выпуски. Обязательную установку «Эроглонас» отменили для Дальнего Востока по обращению Олега Кожемяка. И еще расскажем. Выставка «Древний мир глазами детей» открыта в Приморской столице. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Жители Владивостока стали в четверг свидетелями крупной аварии. Автобус, в котором находилось более 30 пассажиров, в том числе 17 детей, врезался в стену в центре Владивостока. Автобус, следовавший из Уссурийского Владивосток, врезался в подпорную стену в районе остановки транспорта «Фуникулер». Транспортное средство занесло, и оно уперлось правым боком в сооружение из бетонных блоков, которое защищает дорогу от обвалов скального грунта с холма, вдоль которого идет проезд. Таким образом, двери автобуса оказались заблокированы стеной. Покинуть автобус самостоятельно пассажиры не могли. Спасатели и пожарные эвакуировали заблокированных с помощью приставленной лестницы, предварительно выдавив в автобусе лобовое стекло. После этого все пассажиры были доставлены к пункту назначения. Уточняется, что дети ехали в филармонию. В результате аварии, как сообщает МЧС, люди не пострадали. Сотрудники полиции организовали объезд и отцепление опасного участка. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о решении по возу в Россию поддержанных автомобилей с правым расположением руля для жителей Дальневосточного федерального округа. По новым временным правилам, жителям ДФО будет разрешено ввести по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой Эроглонас. Вопрос об изменении правил использования аппаратуры вызова экстренных служб системы Эроглонас на встрече с премьером во Владивостоке 16 ноября поднял глава региона Олег Кожемяка. Он отметил, что установка системы на ввозимые в РФ автомобили требует от владельца дополнительных расходов, что для людей с небольшим доходом, покупающих подержанную машину, становится заметным бременем. Тогда Дмитрий Медведев согласился рассмотреть этот вопрос и дать необходимые поручения. Напомним, модуль Эроглонас устанавливается с прошлого года в обязательном порядке на все продаваемые в России новые автомобили и обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Тем временем эксперты уже назвали решение об отмене обязательной установки модуля правильным, особенно учитывая проблемы в работе системы Эроглонас в регионе. Они также отметили, что это действительно поможет сэкономить для каждого автомобилиста в ДФО существенную сумму денег и высказали уверенность, что автовладельцы, особенно любители праворульных машин, это оценят положительно. К другим темам. Во Владивосток прибыл поезд, посвященный великим русским путешественникам. На данном поезде пассажиры могут узнать о членах Русского географического общества, об их успехах и открытиях. Посмотрел поезд и мой коллега Дмитрий Беломеснов. Поезд номер один с гордым именем «Россия» прибыл из Москвы во Владивосток впервые в необычном оформлении. В рамках нового совместного историко-географического просветительского проекта «10 вагонов поезда» с сообщением «Москва-Владивосток» были оформлены материалами экспозиции «Золотой фонд Русского географического общества». Вот этот проект займет достойное место, особенно среди тех, кто, скажем так, путешествует в этих вагонах. Это люди, это дети, которым, может быть, не всегда приходится узнавать о тех или иных путешественниках, но в данном случае железная дорога позволяет сделать информационно насыщенным путешествие. В оформлении интерьера и экстерьера состава представлены репродукции дневников, заметок, рисунков, которые создавались великими путешественниками во время экспедиции, а также уникальных карт и книг. Также пассажиры могут смотреть киноленты о русских первооткрывателях, заповедниках, городах. Больше интерес пассажиров привлекло наружное оформление поезда, но не остались без внимания и внутреннее оформление поезда. Пассажиры все остались довольны, впечатления хорошие. Каждый вагон поезда посвящен деятельности одного из великих русских путешественников – исследователей, членов Русского географического общества – Семенова Тянчанского, Богдановича, Миклуха Маклая, Рады, Цибикова и других. Среди этой десятки есть и Николай Пржевальский, знаменитый исследователь Дальнего Востока. За время его путешествия был обследован бассейн реки Уссури, южная и западная часть Ханкайского района, Южно-Уссурийский край, побережье Японского моря, граница с Кореей. Он даже побывал в корейском поселении. Действительно сделал многое для, скажем так, изучения нашего Южно-Уссурийского края. И его одна из первых экспедиций, я имею в виду, была посвящена изучению флора и фауны озера Ханка. Она была совершена в 1867 году. Выбор поезда «Россия» для этого проекта не случайен. Он следует по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире. По территории одной страны – 9288 километров. Теперь, путешествуя на нем, можно изучать не только географию нашей страны, но и важную часть истории России. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Общественные слушания прошли на улице Порстышова в Владивостоке. Здесь жители микрорайона борются за придомовую территорию, сквер с зелеными насаждениями и тротуары. На их месте планировали построить детский сад на 350 мест, соответственно, увеличив и территорию учреждения. Однако граждане выступили против такой идеи. Тему продолжит Екатерина Матвеева. Благое намерение мэрии реконструировать детский сад жители Порстышева восприняли на ура. А после узнали, что территорию хотят увеличить почти в два раза, оставив местных без парка отдыха и тротуаров. По просьбам жителей, границы детского сада уменьшили. Однако в сад теперь могут пойти лишь 194 ребёнка вместо запланированных 350. Ни одной дороги нет подъездных путей. Вот одна межкварталка и всё остальное по внутриквартальных дорогах. У нас и так здесь нет парковок. Все дороги и все придомовые территории забиты машинами. А как вы представляете, что 350 сюда ещё устремилось? Это просто нереально. Между тем, нехватка мест в детских садах в микрорайоне ощущается остро. Путёвки приходится выдавать в сады, которые номинально расположены в Первореченском районе, но находятся довольно далеко от места, где проживает семья. Также есть много родителей, которые хотели бы отдать ребёнка в сад с полутора лет. Такой возможности у них и не будет. А вот сквер возле сада сохранят. По новому плану детские площадки и подъездные пути перенесли на другую сторону. Жители, видите, как встали в позицию не просто защиты сквера. Они не хотят в принципе никакого развития строительства детского садика. А таким образом земля, которая сейчас де-факто является муниципальной, и которая сейчас не используется, она используется как парк, она впоследствии может быть размежевана и выдана тому же резиденту под строительство. В этом вся кроется опасность. И хотелось бы предупредить жителей, что такое возможно. Вы не окажитесь завтра в этой ситуации, когда перед вашими окнами выстроится 30-этажное здание. И тогда уже некого будет обвинять в этом. Напомним, детский сад на постыше 8А существовал ещё в советские времена. 30 лет назад его, как и десятки других, отдали в частные руки. Последние годы здание стояло полностью заброшенным. Администрации Владивостока удалось вернуть здание муниципалитету. По требованию жителей, детский сад останется в старых советских границах. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. В администрации Владивостока уточнили ситуацию с двориками, которые ремонтируются в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды. На заседании бюджетного комитета Гордумы, напомним, говорилось, что она реализована только на 3,5%. Депутаты были недовольны, что работы, в том числе укладка асфальта, будут идти в декабре в холода. Однако, как объяснил начальник управления содержания жилфонда администрации Владивостока Григорий Перхвасер, благоустройство уже либо завершено, либо завершается. Так как город по стандартной схеме, которая предполагает проведение аукционов, отремонтировать более 20 дворов к концу года не успел бы, то ремонт провели управляющие компании. Григорий Перхвасер рассказал, что есть порядок предоставления субсидий управляющим компанией на возмещение затрат по уже произведенным работам. 95% расходов им компенсируется из бюджетов. 5% – сумма, которую должны будут собрать жильцы. Всего в программе 21 дворик. Большая часть уже отремонтирована. Кое-где осталось уложить второй слой асфальта. Администрация Владивостока должна проверить работы и произвести оплату. Реформа лизинговой отрасли набирает обороты. Государство в лице Центробанка ставит цель сделать сектор более прозрачным и надежным. Каким в итоге станет лизинг? Станут ли услуги доступными для обычных граждан? На эти и другие вопросы ответы искала Катерина Матвеева. Катерина Матвеева. После одобрения сделки покупатель оплачивает первоначальный взнос от 5 до 49% и получает машину. Она будет числиться собственностью лизинговой компании. После всех выплат авто переходит в собственность покупателя. Подобная схема действует для любого имущества. Это достаточно молодая индустрия, быстро растущая. По экспортным оценкам, ее размер сейчас превышает 4 триллиона рублей. И темпы роста у нее двоузначные. Мы полагаем, что и в следующие годы она будет развиваться столь же стремительно. Это один из крупнейших рынок России. После банковского сектора по размеру денежных требований на клиента, это второй по размеру сектор в стране. К 2021 году Центробанк при поддержке Минфина планирует завершить масштабную реформу в этой сфере. В результате лизинг может подвинуть даже банковские кредиты. Все нюансы рассказывали представителям отрасли на встрече, организованной с журналом «Лизинг-ревью». Необходимо обеспечить его надежность, чтобы не оказалось так, что рынок растет, но при этом не растет нестабильность на этом рынке. Раз. Во-вторых, нужно обеспечить его эффективность. Поскольку значительный объем государственных инвестиций в этот сектор осуществляется, нужно обеспечить, чтобы они, компании, были надежные, чтобы эти деньги не были потеряны. Наконец, поскольку клиенты множатся, нужно обеспечить гарантией, что у клиентов надежные партнеры, и что стоимость лизинга тоже будет приемлемая. Как уверяют специалисты, у лизинга большие перспективы. Ведь этот финансовый инструмент имеет целый ряд преимуществ перед банковскими кредитами. К таким преимуществам относятся скидки от дилеров, льготы и субсидии для предпринимателей, снижение налоговой нагрузки для предприятий, лояльные требования к заемщикам, гибкий график потяжей. Это везде, где еще зрело рынка на таком уровне, что банковские продукты, они являются для клиента больше надежными. А на самом деле лизинг – это самая хорошая поддержка предприятия. Но еще вот этого ощущения у клиентов нет. Чтобы обеспечить прозрачность рынка, Банк России создаст специальный реестр. В него будут включены только те компании, которые обладают уставным капиталом размером минимум 20 миллионов рублей. Особенностью дальневосточного рынка лизинга, безусловно, является его емкость. Если смотреть в целом на территорию России, то центральные регионы, конечно же, рынок лизинга развивается более интенсивно. Это связано в первую очередь с особенностями финансирования данной территории, как государственного, так и частного сектора. Наша компания на Дальнем Востоке, ее доля занимает порядка 15%. И, конечно же, нам бы хотелось, наверное, расти более интенсивно именно на этом регионе. Но те правовые и государственные, я бы сказала, барьеры, которые существуют в настоящий момент, они не дают нам это делать. Очень чувствуется конкуренция крупных федеральных лизинговых компаний. Вроде как мы в находке единственная лизинговая компания самостоятельная, но, тем не менее, присутствуют, приезжают. И при общении с клиентами слышно о крупных игроках на лизинговом рынке. У них, наверное, условия лучше? Они могут себе это позволить? Нет, не всегда. Условия сопоставимые. То есть, примерно у всех одинаковые условия. Будут ли условия лизинга улучшаться и упрощаться? Сможет ли этот инструмент конкурировать с банковскими продуктами для простых потребителей? И станет ли в конечном итоге драйвером экономического роста России? Покажет время. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Выставка «Древний мир глазами детей» открыта во Владивостоке. Восьмой канал стал официальным информационным партнером Всекитайской научной конференции. Владивосток примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Выставка «Древний мир глазами детей» открыта во Владивостоке. Восьмой канал стал официальным информационным партнером всей китайской научной конференции. Владивосток примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады. Кентавры, нимфы, боги. Выставка «Древний мир глазами детей» открыта во Владивостоке. Залы Приморского отделения Союза художников России украсили работы учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Владивостока. За время подготовки конкурса учащиеся выполнили около 300 работ. Из этого числа на суд зрители и жюри отобрали самые яркие. Ребята, чьи картины члены жюри признали лучшими, были награждены дипломами и подарками. Цель выставки «Древний мир глазами детей» – это повышение интереса к истории древности, знакомство с традициями и обычаями народов, выявление и поддержка талантливых детей. За время подготовки конкурса учащиеся узнали много нового о прошлых цивилизациях. Вдохновившись историей, ребята смогли перенести на полотна атмосферу древнейших цивилизаций. Выставка продлится до 4 декабря. Вход свободный. Не за горами выходные, а это значит, что самое время спланировать свой досуг. По традиции, 8 канал представляет рубрику «Афиша». В ней мы рассказываем о самых ярких и интересных площадках и мероприятиях Владивостока, которые непременно стоит посетить. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Эстрадно-джазовая певица Наталья Носова в сопровождении инструментального коллектива «Джаз ВЛ» выступит с программой «Лэйди ин Ред» на сцене Пушкинского театра. Наталья Носова – выпускница Московского государственного университета культуры и искусств, полуфиналистка телевизионного вокального конкурса «Новая волна», лауреат всероссийских и международных конкурсов и джазовых фестивалей. Музыканты коллектива «Джаз ВЛ» – многократные призеры российских и международных джазовых конкурсов и фестивалей с высокой оценкой от известных музыкальных критиков. Начало в 19.00 стоимость билетов от 600 до 700 рублей. Также действует акция «Два билета по цене одного». На концерт Моцарт-Чайковский приглашает «Приморская филармония» в программе произведения гениального австрийца Вольфганга Эмадея Моцарда, великого русского композитора Петра Ильича Чайковского и Франсуа Борна – французского флейтиста, виртуоза, музыкального педагога и композитора. Эта музыка проверена временем, ей восхищаются и будут восхищаться. Начало в 18.30 стоимость билетов от 400 до 800 рублей. Легендарный кубанский казачий хор представит программу «Казаки Российской империи» на сцене «Феско-холм». Начало в 19.00 стоимость билетов от 1000 до 2800 рублей. Спектакль к звездам дадут на сцене драматического театра «ТОВ». Воскресное утро Борис Костиков дождался, когда семья уехала на дачу, купил напиток, включил новый фильм и вдруг «Двое в сером». Фантастическая история с элементами мистики и неожиданным финалом. Начало в 19.00 стоимость билетов от 350 до 500 рублей. На День китайской культуры приглашает Библиотека Горького. В рамках торжественного открытия при участии Генерального консульства Китайской Народной Республики во Владивостоке состоится лекция о китайских породах собак при участии пушистых друзей, дегустация блюд традиционной китайской кухни, открытый урок китайского языка, мастер-класс искусства каллиграфии, презентация китайских боевых искусств и не только. Начало в 12.00, вход свободный. Мюзикл для детей по сказке Ганса Христиана Андерсена «Огниво» пройдет на сцене Театра молодежи. Смысл и мораль сказки «Огниво» заключается в том, что за все в жизни нужно платить, но при этом честь и достоинство всегда остаются фундаментом жизни человека. Однако это было бы слишком скучно. Начало в 12.00 стоимость билетов от 200 до 350 рублей. А в Театре кукол дадут сказку о глупом мышонке. Знаменитое стихотворение о капризном мышонке и его семи няньках поставлено как яркое музыкальное шоу со множеством забавных кукол, которыми управляют три театральные феи – лампа, подушка и цветочек. Спектакль адресован самым маленьким зрителям. Начало в 12.00. Стоимость билетов 300 рублей. Воркшоп «Антирост генплан», организованный участниками арт-резиденции, коллективом «Мета-ситу» пройдет в Центре современного искусства «Заря». В ходе работы предполагается найти новый подход к проблеме сокращения численности населения во Владивостоке. Начало в 12.00. Вход свободный. Группа «Би-2» с презентацией альбома «Горизонт событий» и хитами выступит на сцене «Фетисов арены». Осенью 2017 года вышел 10-й студийный альбом «Би-2» «Горизонт событий», а следом стартовал масштабный тур в поддержку новой пластинки. В рамках тура группа уже представила «Горизонт событий» более чем в 40 городах России и не только. Специально для выступления разработана уникальная сценография, новое световое и видеошоу, в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 2 до 10 тысяч рублей. На интерактивную программу «Электричество» приглашает Тихоокеанский государственный медицинский университет. Ребята посетят 4 лаборатории, в которых изучат электричество и его законы. Для этого они соберут химический источник тока, приручат молнии, освоят беспроводную передачу энергии и зажгут свет во тьме с помощью собственноручно изготовленной лампы. Начало в 10.00. Стоимость билетов от 1550 до 1690 рублей. Ярмарка «Город мастеров «Березка» состоится в торговом центре «Березка». Гостей ожидают яркие интересные хендмейт работы от мастеров Приморского края. Каждый, по словам организаторов, найдет для себя что-то интересное и неповторимое. Начало в 10.00. Вход свободный. Открытое первенство Владивостока по самбо состоится во дворце спорта «Юность». Начало соревнований в 11.00. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. 17 ноября в китайском городе Шэньян торжественно прошла Всекитайская научная конференция, которая была организована Шэньянской клиникой пластической хирургии «Син Линь» под руководством Китайской ассоциации по международным связям и содействию в области здравоохранения. Восьмой канал стал официальным информационным партнером с российской стороны. Приглашенные из многих стран на конференцию знаменитые мастера в области микропластической хирургии, ринопластики, лазерной косметологии, пластики тела и других сфер медицинской косметологии прочли лекции и продемонстрировали ход операции прямо на сцене. На той же площадке была открыта сателлитная конференция и специальный симпозиум с разбором оригинальных кейсов. Научная конференция в Шэньяне послужила площадкой для обмена новой информацией, продукцией, знаниями и исследованиями научного сообщества медицинской косметологии. Директор больницы пластической хирургии «Син Линь» дала интервью. На этом съезде мы поделимся с коллегами новыми технологиями передовой философии индустрии красоты. Мы готовы учить и учиться, и совместно добиться еще большего прогресса в отрасли. У нас новое оборудование, профессиональные доктора, и мы задаем высокий эстетический стандарт. Больница обеспечила себе статус ведущей в отрасли медицинской косметологии в Китае и еще и высокой ответственностью. Мы всегда помним интересы потребителей и должны быть защищены. Отметим, что уже 14 лет хирурги больницы «Син Линь» принимают у себя коллег из-за рубежа, проводят международные научные съезды в области пластической хирургии. За последние годы развитие медицинской косметологии в Китае достигло высот мирового уровня. У клиники «Син Линь» открылись филиалы в Южной Корее, Таиланде, в США и ряде европейских стран. В 2018 году вся китайская научная конференция в Шиньяне подтвердила свой статус наиболее влиятельной на международной арене, а также стала престижным форумом пластических хирургов-новаторов. Мероприятие освещали представители 150 СМИ из 40 стран и регионов. Напоминаем, что «Восьмой канал» стал официальным информационным партнером с российской стороны. Уже в пятницу, 23 ноября, жителей и гостей Владивостока ждет так называемая «Черная пятница». Традиционно с этого дня начинается сезон рождественских, а в случае России – предновогодних распродаж. Многие магазины приморской столицы предлагают значительные скидки на товары. Продавцов ждет жаркая пора. Кстати, попробовала себя в этой профессии и журналист «Восьмого канала» Алина Кузина в рамках проекта «Попробуй на себе». На один день ведущая проекта «Про все» стала продавцом-консультантом в обувном центре. За рабочим процессом следил Дмитрий Беломеснов. Холодный ноябрь уже вовсю правит во Владивостоке. Время позаботиться о том, чтобы ноги были в тепле. Героиня нового эпизода «Попробуй на себе» телеведущая Алина Кузина спешит в главный обувной центр приморской столицы – «Манера». Вот правда, на этот раз ведущая программы «Про все» не купит себе новые сапоги. Ей предстоит стать сотрудником центра и самой продавать обувь. Привет, Алина. Меня зовут Василина. Сегодня ты попробуешь себя в роли продавца-консультанта. И в этом я тебе помогу. Ну что ж, теперь наша героиня на шаг ближе к своей миссии – помочь найти обувь вашей мечты. Знакомство с сервисом «Карла Пазалини» завершено. Алина узнала несколько правил – встречать гостей, не забывая поздороваться и находиться все время в зале. Далее – знакомство с работой кассы. Василина объяснила, что прежде чем отдать обувь в руки, следует правильно упаковать товар. Также прилагается памятка по уходу и оформляется гарантия на 30 дней. Тем временем первый потенциальный покупатель найден. Добрый день. Здрасте. Вам, может быть, чем-то поможет, что-то подсказать, что ищете? Да, вы знаете, мне на зиму нужны ботинки. Угу. Без каблука. Тепленькие, чтобы мне гулять с внучком. Алина уже ориентируется в брендах в ассортименте бутика, при этом старается следовать наказам Василины. Опытный продавец-консультант указала телеведущей на ее ошибки, а также начала знакомство с ассортиментом, который, к слову, богат и разнообразен. Здесь собраны эксклюзивные и современные бренды обуви для выражения индивидуального стиля, образа жизни или настроения. Здесь себя порадуют как мужчины, так и женщины. Представлены и зима, и демисезон, а также действуют скидки до 50% на коллекции прошлого года. Поэтому Алине предстоит запомнить очень много информации и не запутаться во всем этом многообразии. Вот эта цена зачеркнутая, да? Ну вот, например, здесь 12 тысяч, а стоили эти красивые ботиночки сейчас 6 тысяч. Вот эта вот цена, которая изначально зачеркнута, она реальная? Да, действительно. Или же она завышена, ну, дабы скидка оказалась такой существенной? Нет, она не завышена. Это первоначальная цена. Модель с прошлого сезона, поэтому скидка на нее 50%. Приятным удивлением стало наличие классических туфель на шпильке, которые можно приобрести на приближающиеся новогодние праздники, корпоративы, свидания или же на свадьбу. В Таиланд, например, в туфлях красных, по пляжу, как любят русские женщины, красная помада, красный купальник и красные туфли. Последнее указание и объяснение Алина получила. Закрепила результат практикой на определение наличия товара по компьютеру. Добрый день. Я смотрю, вы себе выбрали, да, уже интересующую модель. Да, отлично. Можно, пожалуйста, наверное, уже второй. Второй. Отлично. Так быстро так тоже бывает. Давайте второй. Алина не растерялась и быстро среагировала на просьбу. Все-таки главная цель – продать товар. И это вот-вот произойдет. Красивые. Мне нравятся. Телеведущая не забыла и про общение с покупателем и всячески пыталась продать модель обуви. Это зима и еще плюс ко всему на них 50% скидочка. Это замечательно. Приятный бонус для вас. Деньги в кассе, сдача у клиента. Алина распечатывает чек. Держите ваш чек. Прикрепляем к памятке. Я хотела сказать, держите ваш чек и до свидания. Ну нет. Эх, Алина, чек нужно прикрепить к памятке и только тогда вручать покупателю. В завершение укладываем товар, фирменный пакет и отдаем клиенту обувь. Ну что ж, с задачей справилась. Миссия выполнена. Деньги в кассе, обувь продана. Это действительно сложно. Нет, я, конечно, понимаю, что когда продавец-консультант уже год в своей профессии, два, то он уже ко всему привыкает. Но поначалу разобраться в этом алгоритме – это действительно очень сложно. А еще при всем при этом ты ведь должен показаться настоящим профессионалом для своего покупателя. В общем, знаете, говорить в камеру намного легче, например, для меня. Я останусь при своей профессии. Ну а в следующий раз, может быть, попробую себя в другом амплуа. Дмитрий Беломеснов, Алина Кузина, Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Владивосток примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады. Уже в ближайшую субботу, 24 ноября, огонь студенческих игр пронесут по улицам нашего города, а также по территории кампуса ДВФУ. Факелоносцами станут 25 активных жителей Приморья, которые совместно преодолеют более шести километров. Огонь универсиады уже прошел через итальянский Турин, казахскую Алма-Ату, китайский Шанхай и теперь прибыл в Россию. 29 сентября в городе Москве у нас стартовал федеральный этап, который состоит из 17 городов. И вот мы приехали к вам на Дальний Восток. 24 ноября мы проводим мероприятие в замечательном городе Владивостоке. Стоит также отметить, что ради факелоносцев и праздничных мероприятий в первой половине дня будет перекрыта улица Светланская. Мосты Владивостока, вопреки всем ожиданиям, в эстафете задействованы не будут. Она будет двигаться по центральной улице города, дойдет до цирка разными этапами, потом переместится на остров Русский, продолжится там, прибежит эстафета к центральному входу в кампус ДВФУ, где будет зажжена чаша огня универсиады. Напомним, что сама зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта следующего года. В международных соревнованиях примут участие студенты со всех уголков планеты, которые разыграют награды в 11 видах спорта. В продолжении спортивной темы приморские бойцы встретились на чемпионате Владивостока по ММА. Порядка 50 спортсменов боролись за звание лучших, а также за возможность представлять сборную города. Также на состязаниях местная федерация ММА поделилась своими планами по развитию. Все подробности расскажет нам Максим Яковлев. В поединке по ММА во Владивостоке уже под стать профессиональным боксерским боям. Тут и зрителей немало, и бойцов достаточно, и накал страстей всегда на высоте. Однако при этом вид спорта, как в России, так и в Приморье, очень молодой. Поэтому сейчас его развивают усиленно и довольно быстро. Это можно было заметить, например, на последних городских соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе «Молодежный». В этом году мы проводим 5-е соревнование по счету. Федерация «Молодая» была организована в 2013 году. Данное соревнование проводится для популяризации нашего вида спорта среди населения. А также это является отборочным этапом, чтобы в дальнейшем наши ребята выступали на более весомых соревнованиях. В поединках встречались бойцы без опыта выступления на профессиональном ринге. Поэтому силы спортсменов были вполне равными. Всего в борьбе себя показали порядка 50 человек. Помимо Владивостокского сообщества ММА, чемпионаты первенства посетили также команды из Уссурийска. Вот первые старты, так сказать, наши начались с успеха, потому что действительно все парни, которых я привез, все выиграли. Все показали очень хорошую технику и борьбу, и ударную. То есть в полной мере проявили себя, ну и как результат совершенно 100% первое место. В прошлом году тоже выступил, тоже первое место, но на край не получилось съездить. Сейчас будем пробовать вырваться на край, в феврале планируется, чтобы в дальнейшем, на Дальний Восток, на Россию, ну по возможности. Для сообщества ММА в России следующий 2019 год будет особенным. Дело в том, что в этих смешанных боевых единоборствах появятся новые правила проведения соревнований среди молодежи. Они немного, так сказать, понизят порог вхождения в этот вид спорта и ослабят пыл схваток, чтобы юные спортсмены не боялись выходить на ринг. С 2019 года будут проводиться соревнования на уровне города и края по детям и по юношам. Поэтому правила достаточно лояльны и травматизм сведен к минимуму. Поэтому мы обращаемся к родителям школьников, мы ждем ваших детей в секциях ММА города Владивостока. По итогам городского чемпионата и первенства большую часть наград завоевали бойцы из местных клубов «Булат», «Блэкбелт» и «Макс». Сильнейшие спортсмены совсем скоро войдут в сборную команду города и будут готовиться к региональным поединкам, которые пройдут в феврале 2019 года. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Автобус, в котором находилось более 30 пассажиров, в том числе 17 детей, врезался в стену в центре Владивостока. В результате аварии люди не пострадали. Обязательную установку «Эроглонасс» отменили для Дальнего Востока по обращению Олега Кожемяка. Во Владивосток прибыл поезд, посвященный великим русским путешественникам. Проект разработан Русским географическим обществом. Жители улицы Постышева борются за придомовую территорию, сквер с зелеными насуждениями и тротуары. Граждане выступили против расширения детского сада, дабы сберечь зеленые насаждения. Выставка «Древний мир глазами детей» открыта во Владивостоке. Залы Приморского отделения Союза художников России украсили работы учащихся детских художественных школ Владивостока. Владивосток примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады уже в ближайшую субботу. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницу 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник День сыновей. Этот день могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын. Ну а все мамы знают, что любимые игрушки мальчиков, причем в любом возрасте, это машинки и оружие. Отметим, что настоящая машина для настоящих мальчиков должна быть мощной и быстрой, черной как ночь, внешне опасной и дерзкой. Эту истину еще раз доказали и американские мастера автотюнинга. И они создали эту идеальную игрушку. Их выбор пал на Toyota Prius, к слову, крайне популярную во Владивостоке. А что у них получилось, смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на Восьмом.